Всем доброго времени суток и сегодня с вами поделюсь своими покупками с Алиэкспресс. Начну, пожалуй, с самых мелких. Это вот такие вот штучки для сережек силиконовые. У меня есть старые винтажные сережки финифти. Они деланы из мельхиора и в советское время их делали просто крючочком. Нет никакой-то стежки. И для надежности я заказала вот такие вот силиконовые крепежи. Их тут, по-моему, около 100 штук. Далее для творчества тоже мелкая покупка. Это вот такие вот губки на палочках. У нас такой наборчик стоит около 200 рублей. Там в Китае заказалось что-то 50 с чем-то. Еще для творчества одна посылка. Я не помню, показывала ли я в прошлых покупках. Но это вот такие вот шпульки для швейной машинки. Находятся они в контейнере. Здесь 25 штук. Каждые свои ячейки. У нас этот набор мне обошелся что-то около 100 с чем-то рублей. У нас каждая шпулька стоит 20 рублей. Плюс отдельно вот такой контейнер стоит около 200. То есть тоже довольно-таки выгодная покупка. Далее из-за того, что для творчества, я заказала вот такие вот мастихины. Упаковка не сохранилась, потому что она была довольно-таки в плачевном состоянии. Поэтому быстро истрепалась во время пересылки. Но сами мастихины довольно-таки хорошего качества. Все ровненькие, гладенькие. Ручки добротно сделаны. Ничего нигде не шатается и не отклеивается. У нас такие тоже стоят довольно-таки дорого. В пределах 150 рублей один мастихин. И далее либо по возрастанию цена идет, либо по убыванию, в зависимости от размера мастихина. Но у нас продаются точно такие же мастихины, разве что поштучные и в два раза дороже. Следующая покупка тоже для творчества. Это вот такая вот нитка жемчуга. Это культивированный жемчуг. Культивированный жемчуг это практически натуральный. Это в живую раковину подкладывают шарик, который она потом со временем обтягивает своим перламутром. Потом шарик со временем растворяется. По идее должен растворяться. Не знаю, как это делают в Китае. Но вот здесь вот есть одна бусинка, которая как бы плохо покрыта перламутром. Либо ее рано вытащили, она не успела до конца покрыться. Не знаю. Но в принципе жемчуг выглядит довольно-таки прилично. Я хочу его пустить на колье с финифтью. У меня есть тоже винтажное колье. У нее цепочка старая. Она мне не нравится. И хочу вместо цепочки пустить жемчуг. А вот здесь вот между двумя концами будут вставки финифти. Далее для творчества были заказаны вот такие вот кусочки ткани. К сожалению, не помню сейчас точного их размера. Но они совсем небольшие. Это вот такой синий, голубой и белый. С морским рисунком. Стоил этот тоже довольно-таки дешево. Пределы 200 рублей. Жемчуг стоил около 400. Далее вот такая вот штучка для волос. Вот здесь вот показано. Это для плетения колоска, косички на затылке. Чтобы это более ровно было. Потому что я не умею ровно сама себе плести. И вот это будет хорошим помощником мне. Далее идет вот такая пленка для пультов. И вот таким образом она одевается на пульт. Феном, горячим воздухом продувается. И она полностью обтягивает пульт. Защищает от пыли и влаги. Но в моем случае еще и от ребенка, который охотится за этими пультами, чтобы погрызть. Далее вот такой вот набор кистей для макияжа. Кисти хорошего качества. Все мягенькие, ровненькие. Ничего не сыпется нигде. И вот здесь вот такая вот клеенчатая упаковка на кнопочки. Наборчик очень хороший. Не помню точно цену. Около 200 она стоила. Далее пойдет вот такой чехол для телефона. Он сделан книжкой. И защелкивается на магнитную застежку. В принципе, выглядит прилично. Но качество не очень хорошее. Потому что после месяца использования начало облупляться, расклеиваться. И стоил он довольно-таки дешево. Тоже до 200 даже был. Еще заказала вот такое вот стекло защитное для телефона. На пришло вот такой упаковки с пакетиком. Для протирания экрана. И вот такой вот упаковки из пенофласта. Вот так сейчас покажу, как он выглядит на телефоне. Я не знаю, правда, должно быть так или нет. Но на моем телефоне он как-то не до конца края, видите, не приклеивается. Не так вот по ободку вокруг и стоят. Вот вроде бы их прижать, они все равно не приклеиваются. В обратное положение возвращаются. Возможно, это так и действительно нужно. Стекла эти стоили довольно-таки дешево. Одна штучка стоила около 80 рублей. Я заказала их две. Вот, в принципе, она держится хорошо. Единственное, мне не очень нравится края. И она под модель этого телефона как-то очень плохо подходит. Края, хотя это именно под эту модель сделано, края не до конца сделаны. И еще одна покупка, это вот такой бампер на телефон. Он силиконовый, мягкий. Мне нравится то, что он мягкий, потому что именно мягкие чехлы силиконовые могут защитить от удара. А если пластиковые такие, подешевле, они сами расколятся. Вот такие были мои покупки. И это еще не все. Это я показала мелочь. Сейчас я подготовлю и покажу более крупные покупки. Это сумки. И первые сумки, которые я заказала, это был вот такой набор. Это большая сумка, чуть поменьше сумка, маленькая сумка, кошелечек и ключница. Качество меня устраивает полностью. Очень хорошего качества. Такой кожа молодого дермантина. Внутри подкладка плотная, хорошо прошитая. И какая-то там тряпочка. Кошелек тоже. Здесь такие вот штучки. Кошелек я еще не использовала. Ключницу активно использую. И вот эту большую сумку активно использую. Мне очень нравится. Пришло на вот такой вот чехле. Пришло быстро, потому что отправка была из России. Стоил этот набор 1100 рублей. Я его положила в корзину давно. Этого товара долго не было на складе. Потом снова появился. Его быстро разобрали. Сейчас снова нет. Но периодически он появляется. Поэтому ссылку на него я тоже вам оставлю. И вот недавнее, то что я заказала, это вот такой рюкзачок. Я его использую в основном для похода на занятия спортом или куда-нибудь в путешествии. Несмотря на то, что он выглядит довольно-таки маленьким, но он внушительного размера, когда в него напихаешь. Здесь кармашки дополнительные. В общем, продавец тоже довольно-таки быстро его отослал. И пришел он довольно-таки быстро, хотя и из Китая. Вот такие вот сумки. И еще я забыла, что заказала последнее, что мне пришло. Это детская бутылочка. Сейчас я ее покажу. Это вот такая вот детская бутылочка. Она вот так вот кнопочкой открывается здесь, как соломинка силиконовая. И плюс ко всему это как термос идет. Ручек у нее нет. Но есть вот такие вот ремешочки, которые таким вот образом закрепляются. Я проверяла, насколько он хорошо держит тепло. И хочу сказать, что тепло он держит довольно-таки хорошо. Покупка я довольна. Качество хорошее. Пришло хорошо упакованное. То есть термос в пути, даже если его швыряли, он не повредится. Ушки тоже силиконовые. Ушки тоже силиконовые. Ребенок полностью оценил и пил, и грыз ушки уже. Вот такие были мои покупочки из Алиэкспресса. Это покупки не за один раз. Это покупки за несколько месяцев. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. И еще одно отступление. Сейчас нет видео о растениях, потому что ничего нового пока что с моими растениями не происходило. Сейчас уже к осени дело. Я буду делать большую перестановку. И тогда расскажу именно о растениях. Оставайтесь со мной и моим каналом. И дальше. До новых встреч.